Участники Тюменского клуба «Шанс» озабочены не только своими результатами на российских и международных соревнованиях. Этим летом они подготовили очередной социальный проект «Школа спортивной адаптации». У нас есть и мастера спорта по баскетболу на колясках. Это наша команда «Шанс». Это и мастера спорта по большому теннису и по боче. То есть все ведут довольно-таки активный образ жизни в плане спорта. Ну а это проект, наверное, для них больше, чтобы отдохнуть, чтобы попробовать новые виды спорта, чтобы пообщаться. Знакомство с новыми видами спорта начали с европейских настольных и напольных игр. Выполнить булит как в профессиональном хоккее, проверить память почти как в Форт Боярде или попасть в небольшую лунку с 10-метрового расстояния. Простая, на первый взгляд, игра «Корнхолл» активно используется в реабилитации. Кажется, вот так вот просто издалека, вот так вот, посмотрите, вот какие-то мешочки кидают, да. Но это же, опять же, реакция, во-первых. Во-вторых, это мелкая моторика. Не зря там придуманы мешочки. Они не просто там мешочки, да, там с песком с каким-нибудь, да. Они там горох и идет и кукуруза. То есть это мелкая моторика, это реакция. Процесс восстановления – путь долгий и не самый простой, а игра в команде – всегда хорошая возможность платиться. Для людей с ограниченными возможностями, как бы, ну, это, во-первых, общение. Самое главное общение – то, что люди не сидят дома, выходим, общаемся, развлекаемся. Уроки школы спортивной адаптации продолжат керлинг, рыбная ловля, парабадминтон и, разумеется, визитная карточка клуба «Шанс» – баскетбол на колясках. Итоги подведут на выпускном, функцию которого исполнит туристический слет в Нижне-Тавдинском районе.